Улица Обороны 1854 года, дом 26. Отсюда очень красивые виды, конечно, на выход из бухты Авачинской. А мы приехали сюда сегодня по делу. Здесь на пятом этаже живет инвалид Константин, 50 лет от роду, за которым никто не заботится уже многие годы. Ну а мы от группы ГБР принесли, привезли, точнее ему паек сегодня сюда. Так, вот паек мы привезли, да, картошечку, соленья, там масло, скущенка, молоко, соки, да, курочка, свинина, там 4 целых курицы, это вполне на месяц. Ну и тут можно еще крупы, сахар, там овощи и прочее. Вот такой паек. Ну вот тут приятные хлопоты, да, пошли по разбору продуктов. Да, хороший паек такой. Людмила Ивановна помогает Константину. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Вам сколько лет, скажите, пожалуйста? 55. 55. У вас общий трудовой стаж какой? Сколько вы проработали? 30 лет. 30 лет стаж, да? И у вас как давно вот случилось то, что у вас вот такой диагноз? У вас диагноз артроз, да, или как он называется правильно? Артроз, артрит и подагра. Артроз, артрит и подагра. Как давно у вас это случилось? С мая 18-го года я в мае. Вы обращались много раз за помощью в социальные службы какие-то, может быть, там в город, в городскую администрацию, либо в краевую администрацию обращались за помощью? Нет, не обращался. Ну я так понимаю, что за вас обращались люди, вот Людмила Ивановна обращалась, которая вас опекает, да? Да, спасибо. А что говорят вообще вот и в ответы, вы не знаете, почему вам, ну как бы, помощь в социальные службы не оказывают? Ну, а значит, надо получить инвалидность, и они тогда со мной договор оформят, и будут приходить, значит. А получить инвалидность как нужно? Пойти по врачам нужно пройти? Да. А вы не можете ходить, по сути, по врачам, вы совсем тяжело ходите. То есть получается занудый круг. А как, а врачи могут на дом выезжать, вы не узнавали? Я даже, ну они приезжали тут, некоторые специалисты, травматолог, уролог и еще кто-то. Смотрели вас на дому, да? Ну да, это им надо было доложить терапевту. Я даже два раза лежал в терапии, в больнице. Даже трех, три раза лежал в терапии. Ну а они почему в больнице? В Краевой, Водников и вот наши, тут местные, второй. В Краевой, Водников и местные. Да. А почему они вам диагноз-то не поставили, инвалидность сразу, почему не поставили-то? В чем проблема? Говорят, не хватает там каких-то специалистов. Одни в отпуске, другой куда-то. То есть вопрос в том, что нет специалистов, чтобы вам нормально присвоили инвалидность, поставили инвалидность? Да. И специалистов нет именно? Ну это как раз у нас вопрос к губернатору Камчатского края, где наши специалисты, и наша медицина. Что еще у вас, какие проблемы сейчас текущие, кроме того, что вам фактически нечего есть? Вот мы вам сейчас привезли паек, кроме паека у вас с лекарствами, она тоже проблема, да? Да, мне вот. Помогает вам? Помогла Людмила, у нас с лекарствами немножко. То есть вам соседи помогают, лекарства покупают? Да. А по сути, вы сейчас не можете, соответственно, нигде работать, никуда ходить, даже не можете, да? Да. У вас какие-то источники доходов есть вообще? Да вообще я был в моей болезни, да, я был тогда безработный. Ну а последнее место работы ваше какое, кем вы работали? А, Почта России, водитель, курьер, в общем, должен был посылки. Водителям, курьерам посылки разносили, да? С аэропорта вот развозили, по почтовому отделению. И представляете, только я стажировку прошел, вот в мае, да, 18-го, наконец-то нашел работу, да, хоть и не оплачиваю там сильно, 26 тысяч, ну все равно, хоть за квартиру платить. Так, ну и что, и тут надо было бы ходить уже самостоятельно, и не мог встать на ногу, и я, что этого участкового надо, тот больничный мне дал, там, они больше недели не дают. И я выхожу на работу, а мне говорят, да ты там нарушил, как это, трехмесячный испытательный срок, таким способом не прошел, значит. И вам не оплатили вообще ничего, получается? Не, оплатили, но они меня, это, не взяли. Уволили. Ясно. Сказали, ты, что это ты сразу на больничный еще нас подвел, там, их там нехватка водит. И я, получается, их подвел, не предупредил. А как я мог, например, если я утром встал, и только утром почувствовал такую боль. Так, получается, сейчас, вот вы уже несколько лет вообще без какого-либо дохода, у вас нет никакого дохода? Да, все, что... С 18-го года, да? Да, сбережения, да, они, ну, потихоньку разошлись. Пришлось продать квартиру свою на шестом, в которой 43 года с родителями. И переехали сюда в Завойково, я думаю. Да, и купил здесь однушку, ну, там двушку продал. Здесь однушку, то есть... И на разницу жили какое-то время, да? Да, и вот с октября 2019 года я здесь... И, получается, к декабрю 21-го у вас деньги закончились, и вы уже голодали в декабре 21-го? Да. Получается, вы в течение месяца ничего не ели? Да. В декабре 21-го года вы вообще ничего не ели, у вас просто не было денег и не было возможности, да? Да. И что произошло? Я еще не был знаком со своими соседями. А, это, получается, вы здесь месяц жили в проголодь, и у вас какая ситуация вообще возникла, какого состояния было? Значит, стал задыхаться. Я вызвал тогда скорую, меня на носилках отнесли, я сам не мог идти, я задыхался. И они мне сказали, вот в Краевой пролежал в терапии месяц. Месяц пролежали в Краевой? Отъелся немножко, но перестал задыхаться. Ну, вопросы по поводу инвалидности задавали им, да? Да. Там, в Краевой? Нет. То есть, чтобы вам поставили все-таки инвалидность, или не задавали этот вопрос, не ставили перед ними? Нет. Нет, как-то не догадался. Ясно. Ладно, понял. Спасибо. Людмила Ивановна, вы несколько месяцев уже опекаете Константина, да? Скажите, пожалуйста, куда вы обращались, какие службы, и какие ответы вы получили по поводу его ситуации? Потому что сам он, как я понял, не обращался, никуда не может этого сделать. Ну, Константин, во-первых, не может этого сделать, потому что у него, он вообще финансово не обеспечен, у него нет денег на телефоне. Я ему положила как-то 500 рублей, ну, на всякий случай, но это уже, как говорится, на всякий случай. Да, на всякий случай. Обращалась, когда узнала об этой ситуации, мы сначала пошли к главному врачу второй поликлиники, договорились, чтобы его положили в больницу на обследование, но он только что вышел из больницы, получается, и он отказался от повторного вот этого вот обследования. Обследование было необходимо, оно считается как дообследование, перед получением направления на инвалидность. На комиссию по инвалидности уже, да? Да. В общем-то, потом у нас уже хороший участковый попалась, Алина Олеговна Маранцева, по-моему. Вот, она несколько раз приезжала, и она, правда, с задержкой небольшой, отправила его документы в Новосибирский медицинский центр, потому что у нас своего ревматолога нету, вот. Ну, ты так понял, что в этом и проблема ключевая, ему здесь не могут инвалидность поставить? Да. На Камчатке, на Камчатке нет ревматолога, что ли, на одного? Нет, вообще нет ревматолога. На целой Камчатке нет ревматолога. Нет. Володов, слышишь нас, послушай внимательно, на Камчатке не хватает специалистов. Нет ревматолога, поэтому и отправили туда, в этот Новосибирск. Значит, оттуда пришло подтверждение, что у него, да, вот такое заболевание, и ему нужно, чтобы получить направление на инвалидность, нужно пройти до обследования в больнице. Это оставался кардиолог, то есть у него должно было быть УЗИ сердца, и травматолог-ортопед. В связи с чем его положили, опять же, Алина Олеговна постаралась, и мы его положили во вторую больницу. Вот, там он до обследования не прошел, потому что там врачей таковых не было. То есть там вообще специалистов даже не было? Не было. Я когда с врачом разговаривала, она сказала, что, ну, эти врачи в отпуске. Я говорю, зачем человека положили тогда в больницу, надо обследование. Я говорю, что участковые не знали об этом? На что мне, доктор, по-моему, Гриценко, она сказала, что врачи участковые в курсе этого. Но, тем не менее, ну, прошло 10 дней, до обследования он не получил, но он, как мне объяснили, получил лечение по своему основному заболеванию. Здесь я уже ничего сказать не могу. И выписали его, ну, у них якобы была вспышка ковида в больнице. Ну, понятно, как обычно. Какие сейчас перспективы у него по нему сейчас? Получается, ему нужно пройти до обследования, чтобы получить инвалидность. Да, и вот на днях я разговаривала, ну, я разговаривала недели две назад, наверное, с главным врачом, я фамилию не помню, Артем Сергеевич, главврач поликлиники номер 2. И он пообещал взять под контроль эту ситуацию. Но две недели прошло, результата никакого не было, и вот на днях я снова ему позвонила. И он сказал, я вам перезвоню, ну, вот я жду. По-моему, это был в четверг прошлой неделе. Жду, когда позвонит. Если не позвонит, я ему буду снова звонить сама. То есть, в принципе, у нас есть шанс, что того человека все-таки признают инвалидом, как положено, и будут выплачивать пенсию по инвалидности. В СОБЕСе, с СОБЕСом тоже мы работаем. Я съездила, выписку нам сделали, что он нуждается в социальном работнике. Эту выписку я отвезла в СОБЕС. Вы этим занимались? Ну, так всем я занимаюсь. Я понял, да, как сопровождали, как следует. Звоню, звоню, договариваюсь, конечно. Справку отвезла с Еленой Анатольевной, специалистом СОБЕСа, тоже встречалась. Вот, она недавно совсем приезжала. А вот людям, многим непонятно, зачем вы это делаете? Вы знаете, это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Человек-то чужой, в общем-то, вам. На квартиру, так понимаю, вы его не претендуете. Я знаю, что человек уже был в таком тяжелом состоянии. Тяжелая анемия от голодовки. И я знаю, что он вот здесь вот, он не где-то там, в городе. Я не могла его просто бросить. Не из-за квартиры. Да, конечно, я шучу. Всем говорю, квартира мне не нужна. Тут СОБЕС надо будет претендовать. Если СОБЕС будет претендовать, это все зависит от Константина Владимировича. Поэтому люди, ради Бога, это просто мой душевный, наверное, порыва такой. Так меня научили родители. Вы не можете пройти мимо тех людей, которые нуждаются, да? Нет, нет. Спасибо. Так что будем надеяться, что инвалидность он получит. Уже из министерства, значит, ему оформили материальную помощь. Я ему в министерство звонила. Потом этим делом, то есть окончательно занимался специалист СОБЕС. Ясно. Будем надеяться, что все получится у нас. Все хорошо. Вот красавчики, единоросы висят. Вот они еще одни. Здоровье жителей здесь и всегда. Что они, интересно, сделали для здоровья жителей? Вот еще один, который развивает, расширяет свои карманы год от года, день от года. День от дня, точнее. Ты посмотри, на каждом углу, на каждом углу плакат. А вот ЛДП, надо же, за. Ну, надо же так, Валерий Калашников, не стыдно. Друзья, я никуда не баллотируюсь в этом году. И, соответственно, нет смысла мне никакого пиариться. Более того, обо многих людях, которым я помогаю, и правую помощь оказываю, либо какую-то посильную посредством, финансовую, либо продуктовую, я никогда не расскажу. Потому что это мое дело и, скажем так, мои личные заслуги перед теми, кто наблюдает сверху за нами. Но вот данный случай, он один из вопиющих. Я считаю, что не нужно рассказать, потому что в крае, где есть целое министерство счастья, как его Солодов назвал, министерство социального развития. Где масса богатейших людей, богатых депутатов, краевого ЗАГСобрания, депутатов городской думы, которые сейчас как раз баллотируются, где есть социальные службы, где сидят люди из бюджета, деньги получают. То же самое Камчатское бюро юридическое, которое должно оказывать бесплатную помощь людям, консультировать таких людей, может быть, даже на дом выезжать. Они по 7-8 дел в году в суде имеют, и то, и то, и то, неизвестно, что выигрывают или нет. Так вот, при наличии огромной армии чиновников и богатых людей, которые ресурсы Камчатки грабят, помогает этому человеку простая пенсионерка. Ну и мы там группой тоже помогли. Вот в чем вопрос, и вот в чем претензия и, скажем так, предъява к действующим чиновникам и губернатору Солодову, который только вот на всяких пресс-конференциях пиарится. Я уверен, что таких людей не единицы, даже не десятки, а скорее сотни инвалидов, брошенных никому не нужных, которым некому обратиться. И, естественно, главная просьба, друзья, замечайте таких людей, помогайте им. У вас наверняка есть похожие соседи, соседи в похожей ситуации, какие-то еще люди, которым действительно тяжело сейчас. И им нечем платить ни за коммуналку, ни за какие-то другие так называемые госуслуги, в кавычках, которые с голоду пухнут. Не проходите мимо, помогайте. До скорых встреч, всего хорошего вам.